Путешествие мальчика с пальчика У одного портного родился крошечный сын. Не больше мизинца, а потому его и назвали «мальчик с пальчиком». Но при малом росте у него не было недостатка в мужестве, и он сказал своему отцу «Отец, я должен непременно видеть свет». «Это верно, сын мой», — сказал старик, взял длинную штопольную иголку и на свечке приладил к ней шарик из сургуча. «Вот тебе и меч на дорогу». Снарядившись в путь, мальчик с пальчиком хотел еще раз поесть со своими и побежал на кухню, чтобы посмотреть, что готовила мать на последнее кушанье. А это кушанье только что было заправлено и стояло на очаге. Вот и спросил он у матери. «Матушка, что у нас сегодня будет за столом?» «А вон, сам посмотри». Мальчик с пальчик сам влез на очаг и заглянул в блюдо. Но так как он чересчур далеко высунулся вперед, пар от кушанье подхватил его и в струе своей увлек в трубу и через трубу в надворье. Минуту носился он по воздуху вместе с паром, пока, наконец, не опустился на землю. И так он очутился среди бела света, стал бродить повсюду, даже поступил к какому-то мастеру в работу. Да кушанье ему там не по вкусу пришлось. «Хозяюшка», — сказал он, — «если вы нам не дадите еды получше, то я от вас уйду и завтра же напишу на вашей двери мелом. Картофелем пичкают, на мясо скупятся. Пришлось мне с ними расстаться». «Ах ты, мелюзга едкая», — сказала, разгневавшись, хозяйка, схватила тряпку и хотела его пришлепнуть. Но мальчик-спальчик проворно юркнул под наперсток, стал из-под него выглядывать и дразнить хозяйку языком. Она приподняла наперсток и хотела накрыть им малютку, но тот укрылся среди тряпок. Она разбросала тряпки и стала его разыскивать, а он забился в щель стола. «Ге-ге-ге, хозяюшка!» — воскликнул он и выставил голову из щели. И когда она его хотела ухватить, он спрыгнул в ящик стола. Наконец-то она все-таки добралась до него и выгнала его из дома. Пошел малютка портной далее и пришел в большой лес. Тут повстречался он с шайкою разбойников, которые намеревались ограбить королевскую казну. Увидев такого малыша, они подумали. «Ведь такой-то малыш, пожалуй, и в замочную скважину пролезет, и нам может помощь оказать!» «Ой ты, великан Голиафыч!» — крикнул один из разбойников. «Не хочешь ли ты с нами вместе побывать в королевской денежной кладовой? Ты можешь туда легко проползти и все деньги нам оттуда повыбрасывать!» Мальчик-спальчик подумал-подумал, да, наконец, и согласился, и пошел вместе с разбойниками к кладовой. Стал осматривать двери сверху и снизу, отыскивая, нет ли где щели. Вскоре он таки разыскал одну, достаточно широкую для того, чтобы в нее можно было пролезть. Он тотчас и хотел в нее пробраться, но один из двухчасовых, охранявших дверь кладовой, заметил его и сказал другому. «Что это за скверный паук там ползет? Я вот его сейчас раздавлю!» «Оставь, бедную тварь!» — сказал другой. «Она тебе никакого зла не сделала!» И вот мальчик-спальчик приблагополучно пробрался в кладовую, отворил окно, под которым стояли разбойники, и стал им выбрасывать один талер за другим. В то время, когда работа была в самом разгаре, мальчик-спальчик услышал, что сам король идет заглянуть в кладовую, и тотчас прихоронился. Заметил король, что некоторой части талеров в кладовой не хватает, но только никак не мог понять, кто их мог украсть, так как и замок, и задвижки были целы, и все в порядке. Уходя, он и сказал часовым. «Посматривайте, там кто-то добирается до денег». Когда же мальчик-спальчик снова принялся за работу, часовые и точно услышали, что кто-то ворошится в деньгах за дверью, и деньги позвякивают. Клин-клянь, клин-клянь. Они быстро ворвались в кладовую и думали схватить вора. Но портняшка, услышав, что они идут в кладовую, оказался еще проворнее их, прыгнул в уголок, покрылся талером, так что его самого и не видать было, да еще стал оттуда часовых поддразнивать, покрикивая «Я здесь». Часовые бросались в ту сторону, а он перескакивал в другой угол, прятался под другой талер и кричал «А я здесь». Часовые опять туда же бросались со всех ног, а мальчик-спальчик давно уже сидел в третьем углу и кричал «Хей, вот я где!» И так он дурачил и до тех пор гонял их из конца в конец кладовой, пока они не утомились и не ушли. Тогда он выбросил из окна все талеры один за другим, и на последний он и сам уселся, и вместе с ним выбросился из окошка. Разбойники не знали, как и похвалить его, говорили ему «Ты просто молочина! Не хочешь ли ты быть нашим атаманом?» Но мальчик-спальчик поблагодарил их за честь и отказался, сказав, что хочет еще повидать белый свет. Тут они поделили добычу, но малютка-портной потребовал себе из нее всего один крейцер, потому что больше и захватить с собой не мог. Затем он опять опоясался своим мечом, попрощался с разбойниками и пустился в путь-дорогу. Поступал он еще к нескольким мастерам в работу, но работа была ему везде не понутру. Наконец он нанялся в услужение на одном постоялом дворе. Но тут не взлюбили его служанки, потому что он, незаметный для них, видел все, что они делали тайком, и указывал хозяевам, что они с тарелок потаскали и что из погреба вынесли. Служанки и сказали себе «Погоди уже! Мы с тобою отмочим штуку!» И условились между собою, чтобы подстроить ему какую-нибудь ловушку. Вскоре после того, когда одна из служанок гребла травку в саду и увидела, что мальчик-спальчик прыгает тут же и катается по траве, она и его сгребла вместе с травою, все связала в большой платок и тайком выкинула коровам в ясли. Одна из коров, большая и черная, проглотила портняшку вместе с травою. Но в желудке коровы ему не понравилось, потому что там было совсем темно, даже и свеча не горела. Когда стали корову доить, он закричал «Да, но-но-но! Да, но-но-но! Ведро-то разве не полно?» Но его слов не расслышали из-за шума молока. Затем вошел в хлев сам хозяин и сказал «Завтра надо будет эту корову заколоть!» Мальчик-спальчик испугался и закричал громко «Прежде меня из нее выпустите, ведь я в ней сижу!» Хозяин услыхал эти слова, но только не мог понять, откуда исходил голос. «Да где же ты?» спросил он. «А вот! В черной-то!» отвечал малютка. Но хозяин не понял значения этих слов и ушел из хлева. На другое утро корову закололи. По счастью, при разрезании и разрубании мяса коровы ни один удар топора и ножа не задел портняшку. Но зато он попал в число частей коровы, предназначенных на начинку для колбас. Когда мясник подошел и принялся за свою работу, мальчик с пальчик закричал ему, что было мочи. «Не прорубай слишком глубоко! Не прорубай глубоко! Ведь я тут!» Среди стука ножей никто этого не расслышал. Тут несчастный малютка понял, что грозит ему большая беда. Но ведь беда-то и духу предает. И вот он сумел так проворно проскочить между ножами, что ни один его не задел, и он вышел из беды цел и невредим. Но ускользнуть ему тоже не удалось. Вместе с кусочками сала он должен был дать и себя запихнуть в кровяную колбасу. Помещение у него было тесненькое, да к тому же еще его повесили в трубу для копчения, и в этой трубе время показалось показалось ему бесконечно долгим. Наконец, уже зимою, его из трубы сняли, потому что колбасу надо было подать на стол какому-то гостю. Когда стала хозяйка резать колбасу на кусочки, мальчик-спальчик только о том и заботился, как бы ему не выставить вперед голову, чтобы она не попала под лезвие ножа. Наконец, он как-то ухитрился выкарабкаться из колбасы и выскочил на стол. Но он уже не хотел оставаться в доме, в котором ему так плохо жилось, и тотчас же решил пуститься в дальнейшее странствование. Однако же недолго ему пришлось быть на свободе. В открытом поле набежала на него лиса и заглотнула его мимоходом. — Госпожа лиса, воскликнул портняшка, а я у вас в горле застрял. Отпустите вы меня на волю. — Пожалуй, отвечала лиса, ведь от тебя-то мне и корысть невелика. Если ты мне пообещаешь всех кур, какие найдутся у твоего отца на дворе, то я тебя выпущу на волю. — С великим удовольствием, отвечал мальчик-спальчик, все куры тебе достанутся, я тебе за это ручаюсь. Лисица охотно выпустила его на волю и даже сама снесла его до самого дому. Когда отец снова свиделся со своим сыном, он охотно отдал лисе всех кур, какие у него были. — Зато я принес славную монетку, сказал мальчик-спальчик и подал своему отцу крейцер, который он добыл во время своих странствований. Да за что же бедные хохлатки-то лисе на зубы попались? Эх ты, дурень, или понять не можешь, что нет отца добрее, ему свое дитя всех кур милее. милее. Продолжение следует...